Итак, это основа биржевой торговли. В рамках данного видеоролика я бы хотел озвучить вам очень важный технический момент с очень его тоненькими подоплеками, конкретно про реперный уровень. Господа, смотрите. Я на эту тему записывал видеоролик, наверное, года... Ну, года три назад, как минимум. Году так, двадцатом. Можно даже девятнадцатом. Ну, не суть важна. И я бы хотел в данном видеоролике эту тему затронуть. С добавлением. С новым добавлением. Почему? Потому что я как трейдер тоже каждый год торгую. И я какого-то тоже с этого новый опыт получаю. Особенно с точки зрения алгоритмических показателей цен. О чем с вами поговорим также в этом видеоролике. И смотрите, в чем суть. Реперный уровень, по факту, уровень крупных проторговок поддержек, уровень крупных проторговок сопротивлений. На что это похоже с стороны? Похоже на игру в теннис. В бадминтон. В пинг-понг. И покажу вам эту стратегию на примере акции Алроса. Вот смотрите. Что необходимо учитывать. До выноса вверх акции Алроса торговались на уровне поддержки боковика. 64,34, 68 рублей. Как доказательство, я вам покажу свой старый прогноз по отношению к этой бумаге. С нашего телеграм-канала биржевика акции, где 66,34 подписчиков. Ссылку можете в описании под каждым видеороликом. Вот смотрите. Вот он прогноз 20 апреля. Вот компания Алроса торгуется на уровне боковика. 60 рублей, 70 рублей. Боковичок округлим. И когда я прогнозировал, почему она будет расти к уровню 85-90 рублей, я здесь ориентировался на то, что у нас будет отрабатываться первая цель серьезной области ценовой проторговки. Которая находится, во-первых, вот здесь 80 рублей, вторая вот здесь, вот здесь тоже проходит и вот здесь. То есть репер на уровне, это уровни больших ценовых проторговок. Это был недельный график. Если мы потом перевернем на дневной график, я там более покажу, что вот здесь была большая ценовая проторговка, вот здесь тоже была большая ценовая проторговка, вот здесь была, и, соответственно, вот здесь тоже. и здесь прошла игра так называемый бадминтон так скажу то есть бумага начали бадминтонить от уровня к уровню как на рынке чаще происходит вот он недельный график извиняюсь дневной граф колрос и вот у нас уровень боковика вынос из боковика до цены начали бадминтоне к уровню 1 2 вера гана а также к уровню линейного сопротивление 96 рублей за акцию почему сюда все просто вот нам ценовая боковая проторговка крупная вот нам еще крупная проторговка вот-вот-вот-вот то есть эти все уровни они стали сопротивлением стратегическим почему еще раз с учетом алгоритма 1 2 вера гана если находится выше цены которые она по факту лет сопротивлением мы ее не пробиваем с первого раза вообще никак хотим ли мы этого лет не получится с первого распределить как уровне им а 200 с первого не пробьешь а если пробиваешь первый раз и ты прыгаешь и ложно ложно пробой что с примеру говоря полосе получилось но попозже об этом поговорим вот и суть том что дойдя до этого уровня у нас цену от пинговали вниз от пинговали куда спрашивать на уровень боковика бывшего реперный уровень реперный 68 рублей 67 копеек за акцию вот и в чем прикол в том что вы нас вы нас я прогнозирую следующим образом есть у нас конвергенция внутри этого крутого боковичка сейчас покажу вот он есть понимание того что вышестоящие уровня в районе 78 80 а также равен 95 96 они не отработаны и было понимаем что в один момент времени это могут пинговать вверх что и получилось так что от уровня к уровню бумага потом торговалась от репера к реперу но опять же в корреляции чем с алгоритмами в корреляции с rci в корреляции с mcd индикатором с rci показал что имел ввиду по имя сиди перед выносом у нас вот в этом диапазоне снатор голоса боковики по mcd обратите внимание вот не красные линии проходят продавцы уже пошла конвергенция то есть очень серьезно сокращение продавцов в пользу покупателя в этом диапазоне уже вплоть до выноса все у нас получился золотой крест пересечения синий и желтой линии то синий линии покупателя желтый продавцы и получился вынос ценовой все что грубо говоря выше нуля когда у нас торгуется mcd это все в рост это очевидно вот выше нуля это рост все найдем я вообще видео их запишу отдельно про осциллятора как говорится свежую вашу память вот и соответственно бумага проторговавшись здесь начали риск выстреливать и потом когда она в рамках алгоритмического выноса начала расти у нас получилось так что маг начал торговаться по своим зонам ребят хурек вот дошла до 1 уровня 78 вот видите дошла проторговалась потом пошла еще к одному уровню вот сюда вот видите что она пришла вот здесь она также проторговалась пришла сюда пришла также ранее тут проторговался реперные уровни принять торговое решение и вот например сейчас по руси а понимаю дам я ее покупал на коррекции об этом и нашем вип-канале писал и в нашем также публичном канале о том, что я приобретаю ее. Почему? RCI в перепроданности. Это первое. График объемов сокращается. Пользу покупателей. Формирую, например, по Алросе золотой кресло. Я ее докупал, докупал, докупал. Вот. И буду ее в полной мере продавать на уровне где-то реперной области сопротивления вот здесь. 882 рубля. По спинке буду продавать полную позицию. Кстати говоря, сегодня тоже мы в рамках нашего вип-клуба продали полпозиции Алроса, зафиксировал там 4% прибыли. Если округленно говорить. Полную прибыль будет фиксировать также здесь. 81-82 на этом реперном уровне. Почему? Потому что бумаг будет в этом периоде времени перегретой по RCI. И так вот, если торговать от уровня к уровню в купе с рыночными осцилляторами RCI, MACD, скользящая средняя, то, поверьте, можно оказаться чаще всего в прибыльной ситуации, нежели чем в убыточной. Вот. Далее могу привезти вам какие-либо другие бумаги. Ну, например, акции компании Мосбиржа. Допустим. Я, честно говоря, на нее еще не смотрел, но давайте-ка глянем, что здесь у нас происходит. Так, акции компании Мосбиржа. Что я могу сказать? у нас был ценовой боковик. Вот здесь. Верхняя грань боковика у нас была 93 рубля. Это первая. Нижняя грань боковика у нас была в районе 81 рубль. То есть, что у нас получается здесь. То есть, что у нас получается здесь. Цена торговалась внутри боковика. Это большая... Большой уровень проторговки. Большой реперный уровень поддержки теперь для бумаги в будущем. Но, смотрим дальше. Что у нас получается здесь? Реперный уровень у нас по Мосбиржу проходит вот здесь вот. в районе 140 рубля. Репер проходит вот здесь, в районе 156 рубля. Репер проходит в районе вот здесь. 183 рубля. Целый диапазон. И посмотрите, как цена торговалась потом, впоследствии. Она начала расти. Видите? Начала расти. Она пришла сюда на 1-2 вирогана. Оттолкнулась вниз. Почему? Потому что дошла уровень реперного сопротивления. Этого уровня. Видите? Оттолкнулась. Ушла в боковик. В проторговку. Пошла еще выше. Пришла опять этот уровень. Отбилась еще раз. И обратите внимание, что на перегретьте по RSI выше 80 пунктов. Цена откатывалась вниз. Вот то, что у нас было здесь. Откатилась вниз. Пошла в боковик. Пошла на пробой уровня. Этого реперного сопротивления. Пришла на уровень третьего реперного сопротивления. 176 рублей. И она остановилась. Сейчас акция Мосбиржу сходит в раздачу. В дивергенции. То есть, когда у нас будет Мосбиржа акции падать, она куда упадет? На уровень 140 рублей. На эту большую важную реперную область поддержки. И она от этого потом уровня репера будет также откатываться вверх. На одну вторую ганну 220 рублей. То есть, видите, от уровня к уровню. В соответствии с алгоритмами на рынке. То есть, с осцилляторами в первую очередь. Ну, а также уровнем сопротивления и поддержки. Тоже необходимо этот фактор учитывать. Например, вам могу при сейчас живом формате какую-нибудь другую идею. Сейчас посмотрим. Например, акция компании Лукойл. Тоже голубая фишка. У нас также проходит здесь уровень боковичка. Раз репер. Два репер. Три. Четыре. Пять. Вот еще один. Вот проходит. Вот. 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 Вот проходит. Короче, то, что я сейчас отмечаю вам на экране. Это уровень реперных поддержек сопротивлений. Вот проходит. И в чем суть? Когда у нас начинаются какие-либо движения в цене. Да. Как, например, в Лукойле. Цена приходит на проторговки. Вот представь такую картину. Да. Не знаю, что будет в Лукойле в дальнейшем. Что я могу сказать? Вот в данном момент времени. По Лукойлу у нас сейчас цели. Одна, вторая гана. Семь шот. Семь семьсот. Куда? На уровень реперного сопротивления. Семь тысяч. И второй реперный. Семь четыре сорок. То есть, надо будет стянуть по Лукойлу сюда. Технически. Вот. Другой важный момент. Аспект и нюанс. Когда она будет откатываться вниз, она будет откатываться куда? На реперную поддержку. Шесть шесть шестьсот. Вот она проходит. Вот проходит. А также вот. То есть, на эти ниже стоящие уровни. И эти уровни будут потом непробивными. То есть, она проторгуется на какое-то время. Дальше по сантиметрам рынка будем смотреть. Что у нас будет происходить? Вообще по широкому. Будет ли рынок падать? Либо растить. Время покажет. Я вам сейчас просто озвучу основную суть того, что цена разворачивается на реперный хорн, когда она перепродана вот здесь. И по МСН, когда золотой крест формируется. И когда она перегрета. Как, например, было. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот здесь. Видите? Перегрев. 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 Крест. Крест. А, вот еще крест. И вот крест. И она падает на этом факторе в том числе. То есть, я думаю, вы улавливаете. И вот по такому алгоритму вы можете торговать без проблем, господа. Понимая, как работают реперные уровни. Понимая, как они работают в совокупности RCI, MACD. Да. С уровнями трендовых линий, которые мы сейчас видим в виде ролики озвучил. Вы можете делать спокойные ставки на рынок. И на этом всем зарабатывать. Только необходимо понимать те азы, которые я вам сейчас озвучил. Это тот самый жирный лайфхак, который вы обязаны знать. А у меня на этом все. Господа. Хотите получать больше обучающих материалов и вахов по рынку? Всех лайфхаков и обучающих постов. Я рекомендую подписаться на наш телеграм-канал биржевик-бот, либо биржевик-вип.ру, наш официальный сайт. Либо наш официальный телеграм-робот для входа в вип-канал по тренингу и инвестициям. Проводим прямые эфиры каждый день. Торгуем вместе. Отвечаю на любые вопросы. Также публикуем обучающие посты, лайфхаки по рынку, экономике, трейдингу, инвестициям и прочее в этом духе. Жду вас с нетерпением. Проводим также прямые эфиры в рамках уже утренних торгов. Там я и озвучу, почему я бумагу вхожу, почему выхожу, и какого черта я вообще-то делаю. В чем логика? Как, например, сегодня мы алросы продавали, я изучил в чем логика. Да? Вот. Также у нас имеются телеграм-каналы. Пункт А про рынок акций. Б про сырьевый рынок. В про облигации. Г про банк с сектором. У нас также имеется контакт-группа и Яндекс.Зен и РУТЮБ-канал. Поэтому я вам рекомендую подписаться на все наши медиаресурсы, чтобы быть в курсе всех возможных событий по рынку, обучающих постов, материалов, прочего в этом духе. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время играм стратегия наших главных союзников. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.